ну что ребят здесь вот я вам уже говорил что мусорка здесь сигнал хрень полная лопаты прощупал здесь тоже хрень полный даже копать не стал здесь тоже и вот здесь вот сигнальчик как раз я про который вам говорил слушайте копая сигнала только цветные ставлю монеты вот кто-то скажет надо чернину все металлы ставить нет ребята цветной сигнал хорошо показывает и толстый металл крупный металл тяжелый капа что это такое не знаю так что аськи с маленькой катушкой которую использую на шурфе достаточно нужны большие катухи у меня есть глубинник в машине так ребят прогулялся я еще вот по этой вот ложбинки где металл в принципе достаточно было поднял несколько штук прибор зацепил еще вот такие два диска вот аськи достаточно он чуть ругается как только сказал хватит ругаться и он перестал всем ребят привет с вами седой копатель кто-то копает у нас уже монеты открыл сезон ну а мы открываем сезон металлолом у нас поднялся уже 25 рублей и есть смысл покопать я особо никогда этим не занимался но как говорится прижимает нужны денежки вот и вы знаете поехал я с разведкой ну в голове намотал кое-какие наметки где должен быть металлолом вот и заглянул еще в одно место металла здесь полно хоть и копано да ребята вот я за своей спиной не пропаганда ребята вот наковырял уже вот такое количество металлолома он такой знаете весомый тяжелый хороший вот у нас к немножко дождь моросит я решил чай попить и здесь такое знаете мусорное место если кому любопытно как копать на мусорках на деревенских колхозных до фермерских и даже городские да ну не настолько помойки но такие вот к чему я ребята начал писать здесь копан очень сильно копано то есть старые ямки есть вот я сейчас вам показываю старая ямка и вокруг ямок я нахожу металлолом везде поначалу я как бы закапывал там вначале входная группа там и я закапывал а сейчас плюнул вот видите да старые ямки есть комрады копают вот и на старых ямках я нахожу вот такие вот вещи это ребята вот на этой вот гряде вот такая ложбинка вот видите старая яма и я здесь нахожу тяжелый металл так какой тяжелый металл сейчас вам покажу вот такой ребят смотрите хороший увесистый тяжелый металл причем старые старые вот траки вот это наверное от задвижки водяной напорной очень много шерсти шестерней вот эту вообще поднял не знаю с полуметра здесь вот прям причем там яма была и аська у меня продолжала сигналить я думаю дай-ка дай-ка на мусорке очень сложно ребят копать тем что сигналит все чего копать хрен знает мой метод простой если кому интересно так же у меня штука лопаты ветер сильный штука лопаты у меня 42 сантиметра если сигнал продолжается и лопата не стучит что-то твердо но я вам например на я беру щуп и щупом стараюсь достать до металла если нету он видите упирается во что-то чуть сильнее продавалишь и он либо это жестянка здесь сигналила у меня либо что-то другое я его бросил не стал копать вот ну а по металлу я думаю новичкам будет интересно показать рассказать прям может быть в онлайне чего-нибудь засниму потому что снимаю сегодня на телефон вот но не рассчитывал я что я буду сегодня копать вот как бы как говорится сезон все равно я открыл да хоть и не по монетам но все же и вот такой результат неплохой неплохой наверное килограмм уже 150 200 есть и неплохо получается копая наверное часа полтора может быть 20 вот зацикливаюсь на всяких сигналах мало ли чё потому что видите да камрад копает и пропускает сигналы и вот иногда приходится прозванивать и его ямки и пару раз блин дурбик усиливается и пару раз находил в его живой ямке вот шестерни вот с кулак как можно пройти чем здесь искали золой что ли знаете дать и так вот такой прутик которая ищет дефекты в грунте вот и кстати между прочим вот эти вот алюминиевые палочки там веточки зола называется работает между прочим я когда работал с археологами я испытал этот метод и он показал скопище находок именно черепки примерно где-то 8 9 век черепки были вот но факт том что я удивлен что это отыскалась между прочим залой вот это я работал с археологами с археологами работал при помощи такой палочки и вот решил принять участие волонтерском движении по раскопкам 8 9 века возможно здесь булгары хотя опытный археолог уже вам сказал и рассказал что здесь происходит итак ребята традиция которую нужно соблюдать именно археолога варит и передается большая кружка самой большой заливается спиртным и она идет по кругу что сейчас у нас и происходит самый старший самый уважаемый в нашей группе александр начинает круговорот и все это пошло по кругу так что соблюдайте традиции всегда вот ну ладно дождик усиливается я вот чай решил попить да и вам видеосюжет на досуге записать чтобы вы его посмотрели так что ладно поехали дальше копать чем интересно будем заснимать ну и давайте на примере вам покажу он там я диск поднял который последний на файле был круглый вот смотрите сигнал хороший на глубине 10-15 сантиметров я что делал беру лопату повторюсь длина 42 упирается во что-то но не очень интересный сигнал я такой сигнал перестаю копать потому что не интересно тем что там фольга или что-то в этом роде дальше можно подумать что это тот же но это другой сигнал беру лопатку втыкаю оп слышали вот такой нужен сигнал хороший добротный металл и давайте его посмотрим что тут у нас может быть хорошо прям онлайн и вон он красавец вот вот такая вот хреновина ну и особо тяжелая но вес имеет килограмма три четыре есть вот такая вот у нас вот капанина ладно продолжаем труд тяжелый но накупается ну что ребят здесь вот я вам уже говорил что мусорка здесь сигнал хрень полная лопатой прощупал здесь тоже хрень полный даже копать не стал здесь тоже повторюсь здесь вот и отыскал эту большую кругаль вон он лежит и вот здесь вот сигнальчик как раз я про который вам говорил слушайте чё-то там такое знаете но толстенькая у меня с лопатой беда ребят я лопату снова блин отремонтировал сварил она у меня по трубе согнулась так что приходится иногда копать вот таким вот образом то есть выворачиваю и до посмотрим что у нас там большой подшипник ладно не особо большой но факт есть факт здесь скорее всего пробка стекло слушайте и для образца сейчас выкупают сигнал и посмотрим что там у нас был до стекло вот видите или скорее всего это отводки крышечка и она хорошо сигналит вот дальше хочу вам пояснить но осечники копая сигналы только цветные ставлю монеты вот кто-то скажет надо чернину все металлы ставить нет ребята цветной сигнал хорошо показывать их толстый металл крупный металл так что включайте монеты дальше сигналы которые глубже 10 сантиметров я их проверяю копаю те которые показывают один сантиметр достаточно просто лопатой ткнуть и убедиться стоит его копать или нет сигнал например опять сантиметров показывает на аське потыкал нет ни хрена ничего вот и можно смело не копать но если показывать 10-15 сантиметров стоит уже и подумать вот смотрите виде показывать 10 о 5 сантиметров и мы визуально что видим видим вот такую хреновину нам их неинтересно вот такой вот вам лайфхак если кто не знает и так ребят копаю я только что здесь вот чё же у меня было то я выбросил ребят уже не помню а подшипник и вот видите да старые ямки вот не старые ямки вон 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 вот это огромное вообще кому-то наверное повезло что-то откопали хорошо вот и я вам говорил что проверяйте старые копатели ямки здесь вот сигналит и что-то давайте посмотрим что прям вот он и снова это огромный подшипник вот так вот ребят копать надо да хорошо после таких камрадов копать их очень хорошо находок куча тяжелых от копах что это такое не знаю так это скорее всего что это может быть похоже похоже на газовый баллон но не знаю какие то здесь штуц и рач это при ну такая тяжелая сейчас я буду освобождать от земельки и глубоко я выковырил глубоко так что аськи с маленькой катушкой которую использую на шурфе достаточно не нужны большие катухи у меня есть глубинник машине ребят глубинник представляете глубине который откапывает там металл до мелкого металла до двух метров вот танки там вплоть до пяти метров вот нам это не нужно да хотя может быть для эксперимента в конце видео с глубинником пройду можете зацепить ну не знаю не охота его включать вот аськи достаточно он что-то ругается как только сказал хватит ругаться и он перестал ладно чистим находку и продолжаем и так ребята тащил я эту хреновину до машины сразу погрузил том что она тяжелый килограмм наверно 25 я думал это баллон газовый но нет внутри какая-то конструкция непонятного характера я как бы ее от песочка почистил и там вот так вот тип какую-то я не знаю может быть фильтр какой-то такая хреновина тяжелая так вот металла уже накидал вот забьем вот досуду вот и тогда поедем домой кстати не домой она ферму ребят я вот что думаю вот этот холм тут неспроста здесь овраг со всех сторон овраг постройки здесь не скорее всего этот холм у нас просто вывезен камазом может быть зелом или газоном потому что находки как бы старого советского времени и мне кажется просто трактором ковш здесь это все выгрузили к чему я это говорю я сейчас возьму глубинник джимми не 3 и посмотрим может здесь расшвырять это все мероприятие еще посмотрим если что-то интересное будет в любом случае наверно вам покажу как работает глубинник и и так ребята вот у нас фишер джимми не 3 я хочу прозвонить вот эту пучку так включать я настроить не буду вот смотрите работает он вот в этом месте находится либо скопление металла либо что-то большое вот и сигнал очень хороший не особо глубоко может на глубине полуметра вот так что сейчас здесь вот раскопаем посмотрим ну здесь вот я аськой пробегал ничего как бы достойного лопату я сюда втыкал везде протыкивал вот как бы не доставал я его сейчас будем копать это место посмотрим что у нас здесь будет в общем на глубине где-то было пол метра сейчас я его присыпал оказалось вот такая вот цепь копище железо но сигнал потом продолжался и оказалось вот такая вот развернутая фольга вот так что так вот копать такие вот котлованы ради таких вот цепей я думаю не стоит но все равно по войне самое то откапывать танки и так ребят прогулялся я еще вот по этой вот ложбинки где металла в принципе достаточно было поднял несколько штук прибор зацепил еще вот такие два диска но не тяжелый такие я не знаю катки или чуть так у шестерни какие-то мы сейчас собираюсь весь металл загружу сколько получится покажу и так ребят на этом я заканчиваю свой видеокоп по металлу открыли достаточно неплохо вот собрали все машина погрузилась здорово накопали немного но радует то что он он а увесистый вообще увесистый кто-то открывает монетами кто-то ценностями кто-то металлоломом вот общее количество у меня получилось вот так вот хорошо то что весь металл как бы тяжелый и это радует вот так вот мы открываем металла металла коп а кто-то из моих камрадов уже откопал царское золото да да михалыч ну ладно ребят все всем пока до новых встреч где-нибудь на копе на шурфе подписывайтесь на седово в деревне там тоже очень полезны много интересной информации так что все подписывайся за труды старания пока